Недавние эфиры заставили телезрителей в очередной раз изменить мнение об Ольге Орловой. На этот раз многие настаивают на немедленном увольнении телеведущей. Потерявшие остатки терпения поклонники убеждены в том, что Орлова стала просто невыносимой. А каждое лобное место с ее участием – это буквально монолог одной актрисы, которая демонстрирует всем свою некорректность и некомпетентность во многих вопросах. Буквально недавно стало известно о том, что Алексей Чаечец намекнул на скорый уход с проекта. Также домой намерена отправиться и Юлия Фременкова с Сергеем Кучеровым, ведь полностью выполнили свою цель на проекте. Алексей Купин и Майя Донцова не так давно также сообщили, что намерены победить в конкурсе «Свадьба на миллион» и уйти с проекта. Рейтинговые участники бегут с реалити-шоу по вполне понятным причинам. Бывшие участники в один голос твердят, что шоу на грани закрытия, ведь рейтингов нет, а продюсеры постоянно режут бюджеты и зарплаты персоналу. Очевидно, что популярные герои также страдают от решения руководства уменьшить зарплаты, поэтому бегут за ворота. Многие знают о том, что Марина Африкантова побывала на приеме врача и даже примерила искусственную грудь. Девушка в восторге от возможных форм, однако до сих пор не может решиться на операцию. Марина просит совета у своих подписчиков, ведь увеличение груди является серьезным шагом. Большинство фанатов не рекомендуют блондинке ложиться на операционный стол, ведь для начала нужно родить ребенка, а потом уже портить грудь имплантами. Интересная новость с сайта Шлок. Малышев снова принял окончательное решение. Парень поделился, решено, на проекте остаюсь, но сказал себе и всем, да последней девушке, которая ко мне придет, полюбит и примет меня таким, какой я есть. Я знаю, что такая есть, и я жду тебя. И вообще, после проекта, думаю, улететь, жить в Барселону с любимой, и жить там счастливо, и, конечно, продолжать свой род. А где бы вы хотели жить, и куда планируете, возможно, переехать, интересуется парень. В сети появились слухи о том, что Алиана Устиненко начала клеиться к неразведенному еще Алексею Самсонову и хочет его уговорить вернуться на Дом-2, чтобы утереть нос своему законному муженьку Саше Гобозову. Саша уже не просто строит любовь на проекте, а собрался принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион» и жениться на Кате Зиновьевой, хотя до сих пор женат на Алиане. В сети появилась информация о том, что Дима Дмитренко прилетел в Владивосток, видимо, уговаривать маму и забрать ее на проект для того, чтобы помогать уставшей Оле Рапунцель. Оказывается, Ольга устала от проекта ведущих, которые постоянно хотят навредить ее отношениям. Девушка находится на грани ухода, однако супруг сдерживает ее. Вот только что будет делать молодая семья без денег и работы за периметром? Оля сейчас не думает об этом. Завтра в эфире нам предстоит увидеть, как Даша Лымарь набросилась на Иосифа Аганистяна прямо на лобном месте. Девушка заявила, что он возносил ее до небес после волшебства, а сейчас не отвечает за свои слова. Вот только у Иосифа своя позиция на сей счет, ведь, по его мнению, Даша дала ему только потому, чтобы на Сейшелла не летело Черно. Однако Черно все равно отправили на острова. Друзья, а вы знали о том, что экс-участник Кирилл Щетинин живет интересной жизнью, снимает прикольные ролики, активно следит за жизнью действующих участников и в курсе многих новостей? Подписывайтесь на его инстаграм. Кирилл не только бывший участник проекта, но еще и очень разносторонний и интересный человек. Ссылочка на профиль Кирилла в описании под видео. И последняя горячая новость на сегодня. Валерий Блюменкранц на одной из вечеринок перебрал с алкоголем и избил свою жену Тату, набросился на нее, схватив ее за волосы. Эта новость могла бы основательно подпортить репутацию молодой семьи. Поэтому руководство Дома-2 решило вырезать это из эфира. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск.